МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квінтесенция при Гажосте. У Гомеля вызначили переможцам модельного конкурса «Супермоделька-2022». А зараз об этом и иншим больше подробно. Житие деля добра. Сегодня означается Международный день волонтера. Своим святом его могут лечить у всех, кто безвыплатно допомогает иншим. Наши корреспонденты сострелились с членами пошуково-выротовального отрада «Симуран» и волонтерами областной организации «Червоного крижа». Гомельчанин Яуген Болсон за допомогой отрада «Симуран» звертауся летом этого года, когда сгубилась его сестра. Были подставы мерковать, что женщина находится не где у леса. За непокоенность выкликали ее махчимые проблемы со здоровьем. Волонтеры пошли пошук одразу после отримания информации. Переживания были по поводу того, что с сестрой что-то случилось, и мы не знали, что с ней произошло, куда она пропала. Мы написали заявление в милицию, они передали информацию «Симурану». «Симуран» уже с нами связался, предложил свою помощь. На хитрес волонтеры проезжают у лес для встречи с журналистами с нагодой свята. У машинах завсюда специальная форма и обовязковая рация. Выклик может поступить у любую хвилину. Рассказывают, что назву отрада выбирали не Выпадкова. «Симуран» – мифологичная истота, которая оховывала людей. Дарившей пошуком волонтеры занимаются не только на Гомельшине. В основном мы занимаемся поиском по Гомельской области. Но если пропадают дети, в поисковых отрядах есть такое негласное правило, что съезжаются все. Все отряды, которые есть в Беларуси, все проезжают. Главное, чтобы заявка поступила вовремя, чтобы у человека были шансы на спасение. Отрад «Симуран» створили ровно 10 лет тому. Тогда у леса сгубилась девчонка, и волонтеры допомогали ей шукать. Когда все поспехово завершилось, вы решили займаться доброходной допомогой на постоянной основе. Заразу отраде, когда 70 человек самых разных профессий. От пошуку не отмавляются ни коли, хоть працевать часто приходится у складанных умовах. По-разному бывает. Иногда в лесу зимой намного проще искать за счет того, если мягкий снег, что остаются следы, чем, например, летом в дождливую погоду, в какой-нибудь болотистой местности, где непроходимые кустарники, огромная листва. Поэтому тут каждый поиск индивидуальный, зависит от того, где проходят поиски. Самыми добрыми людьми называют волонтеров у областной организации белорусского червонного крыжа. На гумишених 2300 человек, в возрасте от 14 до больше, чем 70 годов. У керамисты организации кажут, что по 200 вынеки селетнего конкурса волонтер в области 2022 года было совсем непросто. Реализованных проектов шмат. От открытия пунктов первой меддопомоги до оказания поддержки украинским переселенцам. Если анализировать этот год, конечно, для волонтеров Гомельской области он был сложным. Мы столкнулись с новыми вызовами. Это конфликт на Украине, это февраль месяц, морозы, когда нужно было оказывать в таких условиях волонтерам помощь прибывшим людям из Украины. И, конечно, наши отряды, они объединились со всей области, и мы с периодичностью на погранпереходах оказывали помощь. Адметная риса волонтерского руху Червоного крыжа Гомельской области – поддержка мясцовых инициатив. В этом году профинансовали больше как половы расспросованных у районах проекта. У Рэшицы убор зарабили на навучание людей навыкам оказания первой медицинской допомоги. Выиграли инициативу по созданию такого кабинета школы первой помощи, где наши ребята равные обучают равному. То есть ребята обучают в течение года, практически каждую неделю мы задействованы, обучают навыкам оказания первой помощи населения. Эти навыки очень важны, потому что все врачи говорят о том, что если рядом оказался человек, который смог оказать первую помощь на месте происшествия, то высока вероятность того, что человек будет спасен. У этой дни волонтеры областной организации Червоного крыжа начинают проведение передновогодних мероприемств. Александрова Ольга Коновалова, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». А прануть и накормить. Украинские беженцы и вымышленные мигранты зоны боевых денег смогут набыть все необходимое в белорусских крамах целком бесплатно. Для этого переселенцам выдают специальные ваучеры. Усим членам семьи у тем лику неполнолетним. Один такой документ позволяет оплатить покупку на сумму 270 рублей. Это могут быть продукты харчевания, отдельные и предметы особистой хигиены. Под забороны, спиртное и цигареты. До помощи в первую очередь отрымливают те, кто не имеет крыльницы дохода. Одинокие люди, пенсионеры, инвалиды, шмадетные и неполненные семьи. Оказались в чужой стране трое детей и нет возможности работать, поскольку нахожусь в декрете. Конечно, любая поддержка важна для нас. Все, что это взяли, это тапочки, любимую игрушку детей, и все, что на нас было просто. И поэтому, конечно, все очень важно, нужно и необходимо нам. У каждого района центра есть крама, у которой с допомогой и ваучера можно набить все необходимое. До речи, за последние три месяца только Гомельская область приняла больше за 400 граждан Украины. Многим из них допомогают с часовым размещением, працей и лечением. Подтримка оказывается у тымлику за кошта охвярования уже хоров. Небезпечные зимние гульни. У Светлогорску 10-годовая девчонка стала охвярой катания на тюбингу. Здарилась это на одном со спусков дороги Березина. По передней информации стало вядомо, что там она находилась разом со своей матерью. Подчас съезду с горки девчонка сутыкнулася с древом и отрымала травму головы. Выкликали худкую медицинскую допомогу. Потерпелую отправили у травматологичное отделение ЦРБ. После оздоровления стихийная горка опустела. С надыходом мороза все больше детей бавят свой вольный час на свежем поветре. Отправляются на горки, катаются на санках и незавседы у призначенных для этого местах. А слово «тюбинг» шастее фигурует побачь со словами травма и небезпека. Тюбинг не является контролируемым средством условного передвижения. И дети, начиная кататься на тюбинге, не могут им управлять. Поэтому мы получаем скоростную высокоэнергетическую травму, которая может захватывать несколько областей тела и являться причиной тяжелых повреждений, переломов. Они составляют около 2% всей зимней травмы, с которой поступают к нам дети. За прошлый год госпитализировано в стационар после зимней тюбинговой травмы порядка 16 детей. Часто небезпечные гульни приводят детей до водоемов. Первый и такой привабный лед становится принадлежать его на трывалость. И вот один неосережный крок может каштовать человеческого життя. Когда успел провалиться под лед, специалисты рают. Головное не паниковать. Необходимо действовать хладнокромно, в меру возможности. Не паниковать, звать на помощь и при этом принимать меры, чтобы выбраться из этой полонии, куда они попали. Нужно лечь или на спину, или на грудь и постараться забросить одну ногу, потом вторую. И аккуратно переворачиваясь, продвигаться в том направлении, откуда человек пришел. В том числе и ползком. Обовязково повинен быть контроль за детьми сбоку дорослых. Важно ведать, где ваша дашкать и сын бавит свой час. И это не дотычится. Процессуныть и это выходный день. А коли сдарилось стать видовожцем трагедии на воде, не треба заставаться обыяковым. Последовность деяния однольковая для усих. Алгоритм действий. Если вы стали очевидцем, как человек провалился на водоеме, необходимо в первую очередь сообщить спасателям по телефону 101, либо 112. Попытаться помочь человеку, если вы понимаете, что у вас это не удастся и не получится ему помочь, лучше не рисковать. Так как вы можете оказаться в воде вдвоем. И придется спасать уже двоих людей. Лед не выбирая аквяр. Головная небезпека может заключаться в том, что светловый день короткий. А в темный час складано зауважить человека на леде. Тем больше прийти на допомогу. Марина Васильева, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Больше за 30 тысяч детей с инвалидностью и особенностями психофизичного развития сегодня проживает на «Гомельщине». Облвыканками обмирковали питания об межведомостном взаимодействии для оказания допомоги этой категории насильництва. В области створены пункты коррекционно-педагогической допомоги, коррекционно-развивающего научения и реабилитации, а так само центры раннего развития. Наместник старшини облвыканками Владимир Прывалов отзначил, что необходимо отработать систему социализации детей с обмежеванными махчимостями. Они должны чувствовать себя комфортно в любом сироте. Затекавленные ведомства на постоянной основе должны организовать встречи с батьками детей-инвалидов, чтобы доведаться об их проблемах с первых в усновь. Облвыканками подкреслили, что сегодня люди с обмежеванными махчимостями нередко сутыкаются с задмовой у медицинским заключения на дальнейшее працеулаткование. Одна из главных задач державы – выпрацовать алгоритм бронирования працеванных мест для этой категории насильництва. Подарить каску новогоднего свята. Ёлку жадания усталявали у одним из гандлёвых центров Гомеля. Кожный год доброчинную акцию проводить Гомельский медицинский университет. На первые дни новогодних свят на упрыгоженном древе развешивают святочные паштуки с жаданиями и марами детей Деду Морозу. Их пишут дети с особливостями развития и те, которые застались без батьковского клопоту. Наведывальники центра могут прочитать листы и выконать просьбы хлопчиков и девчинок. Некоторые люди закупаются подарками внутри торгового центра и сразу их отдают. Некоторые подходят к этому по-другому. Кто-то забирает открытки, уносит с собой домой, кто-то где-то что-то заказывает, кто-то оформляет это и украшает, приносит позже. Кто-то берет больше звездочек, раздает потом своим близким, затем к нам приносит. Кто-то интересуется, даже хочет сам поучаствовать в вручении. Люди проявляют большую активность, у людей большие сердца, что очень приятно для нас, для детей, для такой инициативы. Очень многие знают об этой акции и ждут эту акцию. Дети здесь участвуют не очень простые, так сказать. Дети с тяжелой судьбой – это детки-инвалиды и детки-отказнички, которые находятся на лечении в Гомельской областной клинической больнице. Хочется подарить им праздник, хочется осуществить их мечту и показать, что под Новый год случается разное и подарить им чудо. Напереды дни Старого Нового года подарунки отримают хлопчики и девчонки из городского и регионального коррекционных центров, а так само те, которые находятся в статусе отказников. Доброченная акция проходит 13 раз за пар. Квинтэссенция при Гажосте. Самые яскравые хлопчики и девчонки из всей страны вышли на подъем в Гомеле. Как произошел один из самых масштабных модельных конкурсов «Супермоделька-2022», глядите в нашем сюжете. Десяток модельных школ и амаль сотня конкурсантов. «Супермоделька-2022» прошла в другой раз. На подъем вышли хлопчики и девчонки из всей страны во взрослении от 5 до 17 годов. Обовязковая умова для удельников в опыт навучения в модельной школе. Алене Михальченко – 9 годов. Моделингом девчонка займается только несколько месяцев. Свои навыки демонстрирую першинью, не глядя на это, Алена выполнена в себе и настроена только на перемогу. Уважение есть? Нет. Уверена, потому что в себе. Что ты можешь пожелать всем остальным участникам сегодняшнего года? Чтобы они тоже были уверены в себе и выиграли. У отрознений от дачки мать Алены. Вельми хвалюется. Юные модели повинны показать себе у двух выходах. Первая – презентация себе и своей моделинговой школы. Другие – демонстрация костюма. Удельники повинны были придумать его сами. Алена признается, справиться с этой задачей было непросто. Нам нужно было придумать образ в стиле кэжуал. С дочкой, наверное, дня два мы выбирали, искали, чтобы нам такое придумать. Плюс с нашим стилистом со школы мы советовались, отправляли фотографии. Ну и как бы утвердили нам этот образ. На подуме як опытные модели, так и початкуцы. Конкуренция великая. На этапе отбора финалистов заявки подали некольки сотни у человек. Перед журы вельми складанная задача – выбрать 10 лепшихся род финалистов. Для многих детей удел у конкурса открые новые махчимости. Это в любом возрасте достаточно сложно, потому что это большой труд. Об этом мало кто знает. Думает, что моделинг – это легко. Что там пройтись по подиуму или там пофотографироваться. Нет, на самом деле это большой труд. Это большая работа над собой. Алиса Журавлева – змазыра модель с опытом. За шесть годов карьеры налег у девчинки омаль 30 конкурсов. Алиса промала удел и у минулой супермодельцы. Конкурс подавался, али призовое место не покорилось. Вы решила спробовать свои силы и снова теперь настроена на перемогу. На самом деле мне очень нравится. И каждый раз на каждом конкурсе волнительно. Самоподача должна быть очень хорошей. И нужно прорабатывать свою уверенность в себе. Не глядя на то, что конкурс «Супермоделька-2022» проходит в другие разы, он корыстается великой популярностью. В этом году организаторы вы решили позиции не сдавать. Очень сложная задача перед нами стояла, поскольку первый конкурс проходил на очень высоком уровне. И нам эту планку надо с каждым годом только повышать. Поэтому мы уже старались как-то с экранами помудрить, с артистами помудрить, придумать что-то новое для наших участников. Отметная особенность этого года – профессиональные подарунки. Их колькость значительно увеличилась. Переможцы смогут публиковаться в модных часописах и сопротивляться с московским модельным агентством. Ця рода знагородок – самосертификаты на разбор гардероба со стилистом и грошовые премии. Жанна Минина, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». И на приконце выпуска про надворье. Завтра на территории региона воблачно с прояснениями. Переважно без опадков. На особных участках дорога ла-лёдзица. Ветер от 5 до 10 метров за секунду. Парывами до 14. Температура по ветру ночью – минус 7-12. Днем – минус 3-8. Гэты и инши новины вы можете знать и у нашим телеграм-канале, а так само на сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Усего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Мозыре 19-летняя девушка решила срезать путь по тонкому льду и провалилась. Ее спас прохожий. Учащаяся одного из колледжей Мозыря решила сократить путь и пройти через озеро Бобровское. Лед треснул и девушка оказалась под водой. К счастью, рядом проходил 50-летний мужчина, который услышал крики. Он вытащил тонучую девушку из воды и вызвал скорую. Пострадавшего увезли в больницу с диагнозом переохлаждения. Ночью в Петриковском районе из-за пожара погибла целая семья. О том, что в агрогородке Конковичи горит жилой дом, в МЧС сообщили в субботу около половины шестого утра. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. В горящей комнате под обломками строительных конструкций были найдены тела мужчины, его жены и их 10-летней дочери. Причина пожара выясняется. Следователями с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз и работников МЧС проведен осмотр места происшествия. В Ельском районе местный житель похитил фотоловушку. В лесном массиве сотрудники местного лесхоза обнаружили массу разбросанного мусора. Недалеко от места находился продовольственный магазин и для выявления нарушителей лесники установили на дереве фотоловушку. В один из дней прибор сработал на движение и в кадр попала компания молодых людей, устроивших здесь пикник. Один из парней приблизился к дереву и сигнал от прибора пропал. Как оказалось позже, пропала и фотоловушка, а вместе с ней 12 аккумуляторов и карта памяти. Информацию о краже передали в РОВД и оперативники по фотографиям быстро установили личность и нашли 35-летнего жителя Ельска. Он сразу же вернул прибор, но уголовное дело все равно возбудили. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4 Гомель» спортивное обозрение. В студии Никита Береснев. Здравствуйте. Женская и мужская команды Гомеля добились очередных побед в чемпионате страны по гандболу. Женский коллектив на своей площадке уверенно переиграл Березину 41-30. Лучшими игроками матча стали Кристина Чмыхова и Лада Самойленко, забросившая по 7 мячей. Мужская команда Гомеля проводила свою игру на выезде против Аист Китая. Здесь также без сенсации. 33-27 победа дружины Андрея Мочалова. По 8 голов на свой счет записали Андрей Ященко и Сергей Михальчук. Очередные поединки состоялись и в первенстве страны по мини-футболу. Гомельский ВРЗ разгромил на выезде Светлогорский ЦКК 7-2. Хэт-трик в составе гомельчан оформил Дмитрий Шимановский. Голы также забивали Денис Мазной, Кирилл Осиновский и Алексей Пинчук. У ЦКК отличились Сергей Лебедев и Петр Тишкевич. В еще одном матче столица в гостях минимально одолела БЧ. 4-3. По ходу встречи железнодорожники упустили преимущество в два гола. В составе победителей отличились Дмитрий Швидко, Саркис Маргарян, Артем Козил и Александр Чибисов. У БЧ дублем отметился Денис Гуменюк. Также свой бомбардирский счет пополнил Максим Конов. В таблице чемпионата ВРЗ на втором месте. БЧ на пятом, ЦКК на десятой строчке. В волейбольном первенстве Беларуси гомельская энергия одержала очередную победу. На этот раз был повержен Могилевский коммунальник. 3-0. Первая и вторая партия завершились с одинаковым счетом. 25-20. Третий сет также остался за гомельчанами. 25-21. В турнирной таблице чемпионата лидирует солигорский шахтер с 18 очками. Энергия на второй позиции с 15 баллами, но имеет игру в запасе. Сборная Гомельской области по футболу стала победителем Олимпийских дней молодежи. Турнир среди юношей 2007-2008 годов рождения проходил в Гомельском футбольном манеже. Наша команда заняла первое место в подгруппе, опередив дружины Брестской и Могилевской областей. А в финальном поединке подопечная Константина Чахова обыграли сборную Витебской области со счетом 2-0. Это второе чемпионство подряд для команды Гомельского региона. В прошлом году сборная, состоявшая из игроков 2006 года рождения, также была сильнейшей в стране. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович стала победительницей турнира ITF в Рио-де-Жанейро. В финальном поединке белорусская оказалась сильнее представительницы России Ирины Хромачевой 6-2, 5-7, 6-4. Таким образом, титул в Бразилии стал для Шиманович 13-м в карьере под эгидой Международной теннисной федерации. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.